Итак, дорогие друзья, всем добрый вечер. С вами Григорий Мирошенченко, город Челябинск. Теперь город Челябинск, скорее всего, будет до Нового года и группа компаний Skyway. Как меня слышно и видно по 10-бальной системе, пожалуйста, просто прошу вас поставить, оценить. То есть видимость, слышимость, нормально, не хрипит, не пищит и все остальное, все нормально. А, к сожалению, прошлый вебинар действительно у меня был очень такой эмоциональный, но в самом конце я забыл остановить запись, поэтому, к сожалению, его сохранить не пришлось. Если кто-то может записать, пожалуйста, можете записать. Итак, дорогие друзья, начинаем наш вечерний вебинар. И прежде всего этот вебинар я хочу начать с новостей, наверное, прежде всего с новостей. Сейчас я, с вашего позволения, хорошо, пока чат не буду, нет у нас здесь лишних людей, поэтому я пока чат отключать не буду. Но, дорогие друзья, прошу вас обратить внимание на следующее. Очень много людей пытаются добавиться ко мне в Skype. Я всем напомню, что мой Skype, раз вы приходите на вебинар, он Skype где-то у вас обозначился в чатах. Так вот просьба, если вы добавляетесь ко мне в Skype, я зачастую 99% людей не добавляю в Skype, если они не обозначают причину, почему они пришли, пытаются добавить ко мне в Skype. Однажды я, открыв такую ссылочку, я потерял все на своем компьютере, все абсолютно. Поэтому у меня будет огромная просьба. Это я давно не проводил, говорю, очень давно не проводил так называемые тренинги или как бы обучающие материалы. Почему я больше всего общаюсь в Skype? Ну, наверное, потому что это для меня пока что самый удобный инструмент. Есть Telegram, я не знаю, есть всякая масса еще мессенджеров всевозможных. Но я привык работать в Skype, где можно увидеть человека, можно поговорить, можно поделиться экраном. То есть функциональность, ну, по-моему, для меня это очень удобно. Я думаю, что для вас то же самое. Поэтому у меня просьба, если вы добавляете Skype, обозначайте, сразу же пишите причину добавки. То есть почему вы хотите добавить Skype. Хотя бы обозначите Skyway и так далее, и так далее. Плюс к этому убедительная просьба. В Skype, вот когда вы открываете Skype, дорогие друзья, там есть личные данные. Если я открываю человека, то есть я прежде всего смотрю личные данные. Если нет фотографии, я в Skype человека не добавлю. Если нет личных данных, я его не добавлю. Если нет даты рождения, я его не добавляю. Просьба, указывайте, пожалуйста, все эти данные. Если у вас эти все данные будут указаны, это уже показатель того, что не только для меня, но и вообще для бизнеса в интернет, особенно кто работает в интернет больше, это очень-очень большая просьба. Пожалуйста, это сделайте. Евгений, давайте к новостям. Да не спешите, новости будут. Они выставлены в чатах. Но плюс сегодня, буквально час тому назад я общался с Сибиряковым Сергеем Анатольевичем, с Алексеем Суходоевым. Они находятся, многие спрашивают, где они находятся. Почему? Они находятся в данный момент в Швейцарии. Сейчас даже не в Цюрихе, а в другом месте. Я, к сожалению, этот кантон, у них называется этот кантон, не запомнил, какой кантон. Но суть дела, что действительно та информация, которую они дали, это восторг, с которым приняли наш проект, с которым уже люди были ознакомлены. Но та реальность, которую они им показали, я думаю, что в ближайшее время эта делегация из Швейцарии будет у нас в Минске. Но давайте так вот, дорогие друзья, будем относиться к этому правильно. И сейчас, с вашего позволения, я вам озвучу буквально, как бы зачитаю дословно по поводу новостей. Да, по поводу Швейцарии, закончу. По поводу Швейцарии. То, что сейчас мне было обозначено, это спасибо Вячеславу. То есть еще там ребята сбросили фотографии из Швейцарии, там, где находятся Алексей и Сергей. Так вот, по поводу Швейцарии, будет это, вот то, что я сейчас вам прочитаю, это замечательно. Но, как говорит Виктор Игоревич Бабурин, я сейчас целиком процитирую то, что многие из вас еще не читали. Просто это было озвучено у нас уже неоднократно при общении с Виктором Игоревичем Бабуриным в различных местах и через интернет, и особенно вживую. Всегда он говорил мне так, Григорий Михайлович, Крым это замечательно, чудесно, но какова составляющая, коммерческая составляющая в Крыму, либо же в Челябинске, либо же в Екатеринбурге, либо еще где-то. Это не значит, что не надо этим заниматься, то есть адресными проектами. Но, хотим или нет, то, дорогие друзья, я, по-моему, запись включил, надеюсь, что запись у нас будет, в любом случае будет. Итак, дорогие друзья, просто я сейчас зачитаю то, что я должен зачитать для тех, кто еще этого не читал. Если кто-то уже это читал, здорово, вот просто скопируйте и оставьте для себя, для того, чтобы при общении с людьми вы могли это озвучить. Так вот, это не мои слова, это слова Виктора Игоревича Бабурина. Нам нужно привыкнуть, что железного занавеса уже нет. Помните, да, кто, молодежь, наверное, не помнит, что такое железный занавес, это тогда, когда мы были полностью отстранены от той информации, от того, что происходило вообще за пределами Российской Федерации, а точнее говоря, СССР. Ну, было, это наша история, и мы ее никуда не можем убрать. Так вот, мы с вами, мы с вами, это международная компания, и мы работаем не там, где родились. То есть, мы, вот, даже сейчас на вебинаре, вот я, просто просьба у меня, она, это не то, что просьба, это должно быть, должно быть, как бы, законом, указывайте страну и город, страну и город. Вот прямо сейчас напишите, кто, с какого региона, какая страна, кто присутствует сейчас на вебинаре. Просто быстренько напишите, ребята, это важно, это очень важно. Пенза, Россия, Волгоград, Нарв, Эстония, Украина, заметьте, Чувашия, Украина, Казахстан, Латвия, Белоруссия, Грузия и так далее, и так далее. Я даже не успеваю читать все это, но просто вот указывайте это, пожалуйста, в скайпе, когда, то есть, когда вы приходите на вебинар, указывайте Эстония, Литва, Израиль и так далее, Симферополь, Крым, то есть, мы все с разных регионов, с разных стран. Евгений СССР, да, СССР, мне тоже хочется сказать СССР, но кому-то это нравится, кому-то не очень нравится, но так оно де-факто есть. Так вот, дорогие друзья, Эстония Тарту, Сережа, привет. Так вот, дорогие друзья, хотим мы этого или нет, я продолжу просто это дословные слова, то, что говорил Виктор Игоревич Бабурин, как коммерческая организация мы создавались для того, чтобы получать прибыль. И хотим мы этого или нет, но помимо прибыли, здесь еще есть невероятная идея. Здесь бы я со своей стороны, да, Виктор Игоревич Бабурин тоже пришел не просто так, он уже более семи лет, по-моему, даже больше, вместе с Анатолием Довальевичем Я уже не говорю про Сибирякова, который уже более 18 лет, но суть дела в чем, основа всего, действительно, как он мне, вот здесь этого не написано, я просто добавлю, как он говорит, Григорий Михайлович, вот пройдет еще буквально полгода, год, и ты спросишь меня, а где же коммерческая составляющая, то есть, а где же наша прибыль, а где же наши дивиденды и так далее, и так далее. Так вот, хотим мы этого или не хотим, но основа всего все-таки у нас коммерческая составляющая. А вот, а может быть, и не основа всего, а может быть, основа этой идеи сделать мир чище в экологическом плане, вообще в общем плане, когда наш Skyway будет уже по всему миру связывать все страны, это будет нечто, поменяются экономические и политические ситуации, я в этом больше, чем уверен. Так вот, мы должны идти туда, то есть, мы с вами должны идти туда, в те рынки, где рынок нас принимает, и чиновники нам говорят, вот эту фразу буквально можете скопировать для себя, сохранить, почему вы не пришли вчера, можете начинать строить сегодня, потому что завтра будет уже поздно. И я тут же вспоминаю, вот практически два года нахожусь в Крыму, и мы стучимся к различным чиновникам, и вы знаете, вот у них у всех возникает такой вопрос, то есть, они нас спрашивают, а зачем вы нам нужны, то есть, зачем мы или они нам нужны, а хочется, и всегда я им говорю, по идее, не мы вам нужны, а мы вам нужны, а не вы нам нужны, то есть, вы должны как бы за нас сцепляться, хотя никто никому ничего не должен, но вы должны не просто сцепляться, вы должны нас, как говорится, сцепиться двумя руками, я не знаю, всем, чем можно, для того, чтобы мы пришли к вам в первую очередь. И в чем причина вот такого, знаете, довольно-таки пассивного отношения со стороны Российской Федерации, ну, я не буду сейчас в политику вдаваться, но я думаю, что для многих из вас понятно, почему, и это просто отговорки того, что еще не закончена сертификация, она практически закончена, если вы смотрели ролики, где Андрей Федорович Ховратов со своей командой прокатились, где Надежда Косарева говорит о том, что уже практически сертификация завершена, и можно на определенном этапе прокатиться на нашем транспорте, и вы это все видели, я думаю, это ролик, это здорово, это замечательно. Так вот, я продолжаю по поводу коммерческой составляющей. Это то, что должны, как бы должны, но не обязаны чиновники там, где скажут, ребята, приходите к нам сейчас немедленно, мы начинаем там составлять так называемые дорожные карты, такое умное словосочетание, в то время, как можно было просто сказать, будем план действий намечать, а вы начинайте делать прямо сегодня, это то, о чем нам говорят в Индии, о чем нам говорят в Индонезии, о чем нам говорят во Вьетнаме, говорят об этом в Бразилии, говорят об этом уже в Швейцарии. Так вот, Виктор Бабурин заявил, что в таких странах, как Индия, которые сейчас переживают невероятный экономический, демографический рост, наш проект Skyway нужно начинать реализовывать даже не сегодня, а еще вчера, что подтверждают и местные отраслевые руководители, которые ни на что не ссылаются, они говорят, ребята, приходите и начинайте прямо сегодня. Но для того, чтобы не было вот так называемых, знаете, нехороших ситуаций, когда скажут, они начинают строить, еще не получив сертификацию. Поэтому здесь вот немножко мы не то, что тормозим, а опять же мы делаем ту работу так, чтобы мы вышли на мировой рынок уже легально, не просто легально, а сертифицированной технологией, и чтобы обратной дороги уже не было. Так вот, по словам Виктора Игоревича Бабурина, индийская сторона активно собирает у себя все инновационные идеи, и не только индийские. Но сейчас, в данный момент, Игорь Викторович Бабурин и Анатолий Владимирович Веницкий с командой находятся в Арабских Эмиратах, и после посещения, то, о чем говорили на прошлом вебинаре, арабскими делегациями наших выставок в Индонезии, в Индии, они сейчас активно пригласили срочно прилететь. Я так понимаю, что те условия, которые ставит Анатолий Анатолий Владимирович Веницкий, которые являются нашим гарантом наших инвестиций, нашего проекта, это значит, эти условия, скорее всего, будут приняты. И в ближайшее время мы наверняка услышим еще действительно для нас радостные вести, что арабские, со стороны арабских государств, они примут наши условия того, что это не просто проект, а в котором огромное количество инвесторов, и это проект, который имеет огромную социальную составляющую, чтобы сделать как можно большее количество людей совладельцами данного бизнеса по всему миру. И хочется, ну, со своей стороны, я говорю, что как можно больше таких людей, чтобы было с Россией. И точно так же, я думаю, нас поддержат и наши партнеры из Израиля, из прибалтийских государств, из Европы, собственно говоря, со всего мира. Так вот, из слов Виктора Игоревича Бабурина, индийская сторона активно собирает самые инновационные идеи и проекты, среди которых победит тот проект, который продемонстрирует техническую и коммерческую жизнеспособность. И когда очень многие ребята, наши активные партнеры, говорят, ну вот, и это не только мне говорят, но обращаются в головную компанию с тем, чтобы начать реализацию проекта, ну, я скажу так, может быть, немножко с юмором, связать деревню Пупкино со столицей, городом Москва или там нечто подобное. Но коммерческая составляющая, ребята, то есть завтра вас будет интересовать коммерческая составляющая, то есть тогда, когда государство, именно как частное государственное партнерство, нам скажут, ребята, вот группа компании SkyWay, мы проплачиваем вам первые 2 километра, а потом еще дальше 100 километров, а может быть 1000 километров, начинайте за государственные деньги делать свой проект и соединить все вот эти вот страны, деревни, поселки и так далее, и так далее. Ради бога, ради бога. Но хотим мы или нет, на первом этапе, это очень важно для нас, для всех, как коммерческая составляющая, брать самые выгодные с коммерческой точки зрения проекты. Сейчас Европа активно переходит на индустрию 4.0. Это индустрия, которая позволяет, скажем так, я не буду дальше зачитывать все это подробно, но которая позволяет, то есть эта технология, индустрия позволяет очень быстро начать реализацию даже в режиме, скажем так, непрямого контакта вот наших инженерных разработок. Это система 4.0, о чем говорил Сибирьков Сергей Анатольевич, Сибирьков Сергей Анатольевич, такая система позволит согласованно и быстро создавать инженерные проекты и готовить техническую документацию, необходимую для запуска, быстрого запуска в производство. То есть мы не сможем производить и возить, допустим, металлоконструкции из Белоруссии в Индию, или из Белоруссии железобетон возить в Арабские Эмираты. Все это надо делать будет на местах. Это так называемая генподрядная организация, субподрядная организация. Я думаю, что многие из вас это великолепно понимают. Ребята, я отключу на время чат. Появился наш знаменитый тролль. И это, знаете, он даже не мешает, этот человек, который... Ну вот без обид. Конечно, хочется сказать только одну вещь, что люди приходят, некоторые люди, а это единицы, которые приходят только лишь для того, чтобы, ну, вот я не знаю, чуть-чуть, наверное, потешить свое самолюбие. И это, с одной стороны, жалко этих людей, а с другой стороны, ну, просто-напросто, я даже не знаю, как это выразить правильно. Господь ему судья. Господь Бог ему судья. Как говорят, что ты выставляешь, потом все обратно получится. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Так вот, технология 4.0 позволит нам вот эти технические характеристики передавать на расстоянии. А то, что количество кураторов, которые сейчас готовятся, уже активно готовятся к головной компании, их количество ограничено. Так вот, необходимость использования вот этого принципа индустрии 4.0 обусловлены тем, что информационные системы, именно передача информации через интернет и по другим каналам позволит нам передавать задания по проектам на подряд, на ген подряд инженерам из других стран. Но кураторы в любом случае будут. Хотим мы или нет, но это будет. И то, что вы видели подписание соглашения о сотрудничестве с МИИТом, это Московский институт инженеров транспорта, для России это очень важно. А может быть не только для России, но и для всего мира. Это то, что Анатолий Владимирович Ницкий собрал ведущих ректоров технических вузов Белоруссии, которые ознакомились с проектом. И все абсолютно не просто дали согласие, а высказали пожелания к сотрудничеству. Это тоже очень и очень здорово. А мы с вами должны понимать, что мы живем в реальном физическом мире, в котором всего 24 часа. И где люди хотят не только работать, но еще и жить нормальной, полноценной жизнью со своими семьями. Хочется в этом месте остановиться и сказать, что тот же Виктор Игорь Ильич Бабурин живет в самолете, Леша Суходоев живет в самолете. Помните, как я вам рассказывал, когда я встретил родителей Алексея Суходоева на центральном рынке в городе Челябинске, и они мне высказали претензию, что Григорий Михайлович, они считают, что я чуть не главный там руководитель вместо Анатолида Ольгининского, что что вы делаете, когда Алексей нам родит, хоть внука родит или внучку. Почему? Потому что он дома практически не бывает, он постоянно в разъездах, в полетах и так далее, и так далее. Ну, вот такова жизнь. Но жить надо здесь и сейчас, хотим мы или нет. Поэтому на первых порах мы не сможем взять на себя большое количество проектов. У нас в нашей головной компании количество специалистов 400 с небольшим человек. 400 человек. А для такого сложного комплекса нужно не 400, как Виктор Игорь Бабурин говорит, а 4 тысячи человек, а еще лучше 40 тысяч человек. И это будет. И мы, конечно, к этому придем. Но не буквально через год, а максимум через два года. Максимум. Почему? Потому что в противном случае, ну просто это будет в любом случае, на сегодняшний же день нам необходимо взять один-два глобальных проекта, и притом таких проектов, где было бы перспективнейшее развитие вперед в тех странах, где действительно огромная заинтересованность. В том числе же Виктор Игорь Бабурин прокомментировал развитие зарубежных проектов в Индии, Индонезии, о которых мы уже, ну вы, собственно, все это слышали ранее. Мы должны подойти к выбору тех мест для стройки, стратегически, вот здесь стратегический подход, там, где мы сказали, а, условно говоря, построили там, как говорится, два километра мы делим, два километра, но у нас уже есть контракт для прохождения еще сотни километров, а может быть тысячи километров, понимаете, да? Не просто так построили там пилотный проект, там один километр. Ну, я вам скажу, что, как вы нам предлагали, в общем-то, в Крыму построить пилотный проект один километр. Это, просто задумайтесь, это не только автоматическая система управления, диспетчерская связь, все остальное, но это огромные затраты, а коммерческая составляющая где? То есть вот, исходя из этого, пожалуйста, и продумывайте то, что вы предлагаете в головную кампанию по адресным проектам. Так вот, условно говоря, мы делаем два километра, но у нас уже открыт контракт на сотни километров, что при прохождении местной сертификации в данном месте и при достижении технологий заявленных результатов, мы автоматически получаем контракт, уже подписанный на огромную коммерческую составляющую, которые будут финансироваться не только государством или частными лицами, но и нами то же самое. И вот как бы в заключение это выступление было Виктора Игоревича Бабурина, он подчеркнул, что наиболее актуальными направлениями на сегодняшний день для развития остается Индия, Индонезия, Арабские Эмираты. И в настоящий момент именно Виктор Игоревич Бабурин вместе с Антолием Ильичем Ильицким в составе рабочей группы находится в Арабских Эмиратах. И, конечно, мы ждем тоже новостей, и новостей не просто положительных, а супер положительных, где они проводят переговоры с потенциальными заказчиками по проекту внедрения нашей транспортной системы в объекты портовой инфраинструктуры. Если вы в интернете присутствуете, просто вы знаете, что самый большой порт в мире построен в Арабских Эмиратах. Ой, все это выдохнуло на одном дыхании. Далее я хотел сказать вам про Сибирякова Сергея Анатольевича, Алексея Суходоева, что они делают сейчас. Более подробную информацию, я думаю, завтра уже поступят. И послезавтра уже, вернее, не послезавтра, а в среду будет уже расширенный вебинар, на котором они доложат нам полностью о том, что, какую работу они провели, непосредственно находясь в Свейцарии, результаты этой работы и так далее. Плюс к этому, опять же, дорогие друзья, я хочу обратиться к вам с одним призывом. Вы понимаете, вот этот призыв очень простой. Хотим мы или нет? Да, нам хочется, чтобы скорее сменился этап. Нам хочется, чтобы скорее закрыли вход в корневую технологию. Нам хочется скорее, чтобы мы получили какие-то даже минимальные первые дивиденды. Но пока мы это не создали, дорогие друзья, вот давайте скажем так, я еще раз вам напомню, как на прошлом вебинаре, в Москве у нас очень милая женщина сказала простую такую, знаете, вещь. Я думаю, вы все это понимаете, потому что вы все русскоговорящие. Потому что кто-то помнит, кто-то не помнит. Говорит, это примерно так, как мы платили комсомольские взносы для того, чтобы был в ЛКСМ или КПСС, партийные взносы, а кто-то чисто проводит благотворительность, а кто-то в церковь несет десятину. Вот, ребята, это примерно вот то же самое. Я знаю, что в Срединах очень много верующих людей. И очень много, я подчеркиваю, очень много. Люди, которые пришли даже не на деньги, они пришли на веру. Они пришли на то, что начав это, Анатолий Дуарчиницкий, это Юницкого, это я, его выражение, я его называю дорогой длиною в жизнь. Человек, который всю жизнь себе этому посвятил. Меня просто коробит само, коробит в нехорошем, в хорошем смысле слова, но когда мне говорят, ой, а не получится ли так, что нас обманут. Кто обманет? Наш основной гарант – это Анатолий Дуарчиницкий. Это Надежда Костря, его жена. Это основные наши гаранты. Почему? Потому что самый большой пакет акций находится у Анатолия Дуарчиницкого. И вот этим пакетом он гарантирует нашу состоятельность. И не просто так мы работаем по британскому праву. Это уже в международном масштабе мы защищены не просто, извините, непонятно каким законодательством, а законодательством той страны, это так и есть на самом деле, которое лучше всего защищает права частной собственности и инвестора. Поэтому мы зарегистрированы по британскому праву. Второй положительный нюанс, супер положительный нюанс, как сказал, как однажды на вебинаре сказал Тарасов Виктор, это человек, который является финансовым консультантом крупнейших банков, ведущим преподавателем московской товарной биржи, человек, который действительно о финансах знает все, как он сам говорит, я о финансах знаю все. Что то, что мы пришли в Белоруссию и то, что мы сейчас работаем с ЗАО, ЗАО, струнные технологии, работают в Белоруссии и наши активы находятся в Белоруссии, наше производство основное налажено в Белоруссии, это огромный плюс. Мы с вами прошли налоговую проверку за последние два года. При этом после прохождения налоговой проверки, когда не было выявлено ни малейшего нарушения, это в Белоруссии, это не в России, не в обиду, будет сказать, в моей родной стране, где можно все купить и все можно продать, это де-факто так есть. В Белоруссии это у батьки там этого не сделаешь. Так вот мы прошли эту налоговую проверку и на ближайшие пять лет мы освобождены от налоговых проверок. Второе, ежегодно мы проходим аудит. Пожалуйста, в своих кабинетах, новостях смотрите, это было по-моему в июле месяце аудит. Это ежегодный аудит, на что расходуются наши средства. И мы с вами являемся совладельцами, я не знаю, квадратных метров, дециметров, в зависимости от наших количеств акций, нашего оборудования, которое покупается, это все покупается на наши деньги и мы автоматически становимся совладельцами всего этого. Вот это тоже важно осознавать. Внутри кабинета, я прежде всего говорю для тех, кто в Skyway Capital, внутри кабинета, у нас у всех есть документы, то есть раздел документы. Пожалуйста, откройте этот раздел и почитайте договор инвестиционного меморандума. Почитайте все, что там есть по договорам. Там все указано, все абсолютно, все наши риски, все обосновано и четко указано. И это тоже имеет огромное значение, что то, что мы график не меняли. Заметьте, вот как у нас в графике указано, что закрытие развития технологий и подготовка к выходу на IPO у нас должна закончиться в 2017 году. То есть вот сейчас должна заканчиваться. Но в связи с тем, что мы, с одной стороны, мы потеряли год в Литве, но это не осуждение. Почему? Потому что, ну потому что это политические игры. И то, что мы год потеряли, когда зашли в Литву и начали там активно развиваться, ну так получилось. Это наш опыт. А вот то, что наши литовские партнеры, прибалтийские партнеры делают, ну по большому счету, гораздо больше инвестиций, чем вся Россия. За державу обидно. Это не осуждение. Но вот хочется всех ребятам, всем сказать, не стесняйтесь. Доносите информацию для своих друзей, родственников, знакомых. Просто оповестите, чем вы, вот оповещение. Я следующий вебинар, наверное, посвящу все-таки вот этому тренингу оповещения и такого, знаете, здорового пофигизма. Здорового пофигизма, чтобы как можно большее количество людей, ну мне хочется, чтобы больше россиян. Но прибалтийские государства дают у нас, ребята у нас, наши партнеры, дают, наверное, больше всех инвестиций, даже больше, чем, наверное, многие страны Европы. Почему? Да потому что они осознают, что мы создаем. Не просто даже ради денег, а для того, чтобы это было де-факто, чтобы это свершилось. И заканчивая сегодняшний вебинар, я хочу всем пожелать одного. Откройте свои кабинеты. И здесь огромное количество лидеров. Я больше, чем уверен, что у вас 70% людей, которые прошли регистрацию изначально, но, к сожалению, они ни копейки еще не инвестировали. Просто напомните им об этом. И пусть они сами примут правильное решение. Стоит ли на это обратить внимание? А еще в завершение я скажу, что хотим с вами или без нас, или с нами, или без тех людей, которые мне часто говорят. Ну, Григорий Михайлович, вы часто говорите так, что завтра все станут миллионерами. Но не станут. Не станут по одной простой причине, что они не поверили, а они засомневались и не поддержали технологию. Я напомню, десятина. Я напомню, корсомольские взносы. Я напомню, малую толику. Но эту толику мы не можем останавливаться. Вот просто как пример. Вот представьте, что Анатолий Гуарчиницкий сказал мне, ребята, я останавливаюсь, все. Я сделал то, что мог. Все, я остановился. Дальше ничего делать не буду. Такое может быть, он даже в голову не придет. Дорога длиной в жизнь. Это тот человек, с которым вместе мы создаем это. И с нами или без нас, Анатолий Гуарчиницкий это все равно бы сделал. Но он дал нам шанс стать совладельцами самого крупного бизнеса за всю историю цивилизации. То, что сделал Цифинсон, Форд и Боинг. Это я дословно передаю обращение Анатоли Гуарчиницкого. И 100% мирового рынка транспорта и пассажироперевозок мы никогда не возьмем. Останутся самолеты, останется железнодорожный транспорт. Будет продолжать работать автотранспорт. Но как минимум 30-50% этого рынка в ближайшие 5-10 лет мы все равно возьмем. Я всем благодарю за внимание. И мое пожелание, донесите, как можете, эту информацию для своих партнеров. Следующий вебинар, ребята, обозначен. Все-таки вот это не то, что тренинг, а вот это волшебное пино с указанием каждого действия мы с вами проведем. Еще раз всем благодарю. С вами был Григорий Мирошниченко, группа компании Skyway. И всех, кстати, уже начинаю поздравлять с нашими праздниками, которые сейчас и Рождество приближается, и Новый год. До встречи на следующих вебинарах. Плюс к этому в воскресенье вечером будет эксклюзивный вебинар. Я так сказал, эксклюзивный вебинар. Там будут интересные новости, интереснейшая информация по урокам финансовой грамотности от Магасумова и Гузель и Виктора Тарасова. Благодарю всех. До встречи на наших вебинарах. Продолжение следует...